Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Комментарии Игнатия Тихоновича Лапкина на толкование блаженного Феофилакта на Новый Завет. Часть 20. Толкование на Деяние 11.2.10. Не постыдились они ни достоинства Петра, ни чудес бывших, ни того прекрасного приготовления, какое сделано было для принятия слова. Но стали рассуждать о таких мелочах. Комментарии Игнатия Лапкина. Только согласно этого местописания и толкования можно заключить, что все, что случается с нами днем наяву или во сне ночью, видений или откровений, рождение и смерть, здоровье и болезнь, мир и война, голод и изобилие, благоденствие и разруха, все, абсолютно все должно содействовать принятию Слова Божия, проповеди о Христе распятом и воскресшем и о Его Втором пришествии. Все, что было в истории, что мы смотрели, читали и слышали, все, абсолютно все является, цитата Феофилакта, приготовлением, какое сделано было для принятия Слова. Толкование на Деяние 11.19.26. И это говорит об успехе проповеди Павла, когда он поднял здесь христианство на такую высоту, что можно было дать христианам это имя, как бы какой отличительный знак. Комментарий Игнатия Тихоновича Лапкина. Разве можно читать это без слез, мысленно прилагая то время, тот город и того проповедника к нашему времени, к нашему городу и к нашим горе-проповедникам. Те люди... Те дали название христиане, которое сохранится до Второго Христового пришествия на всех учениках Христа для всех юрисдикций, сект и христианских ересей. С этим отличительным знаком, я христианин, умирали миллионы. И все это они получили от проповеди Павла. Цитата. И это говорит об успехе проповеди Павла, когда он поднял здесь христианство на такую высоту. На какую, в кавычках, высоту подняли звание православного христианина 57 тысяч храмов и 1275 монастырей, бывших в России перед Октябрьским переворотом. Говорить об успехе проповеди можно только тогда, когда незнающие Бога и спасения приносят истинное покаяние, оставление навсегда греховной жизни и приносят плоды, достойные своего Искупителя. Успех проповеди заключается в том, что познавшие Господа, сами добровольно исследуют Писание, любят Христа и Слово Его и несут это живое Слово от имени живого Бога в мертвый погибший мир. Сегодняшнее карикатурное лжехристианство знает только обряд, видимое, осязаемое, не имеющее подтверждения на страницах Священного Писания. Пусть кто-нибудь припомнит, о каком из патриархов в России, о каком архиереи и о каком священнике можно сказать этими же словами, какими феофилакт характеризует проповедь Павла. Игнатий Брянчанинов, возвратившись из своей инспекции по монастырям России, заявил, что едва ли не есть четыре духовных монастыря. Игнатий Брянчанинов, возвратившись из своей инспекции по монастырям, заявил, что едва ли есть четыре духовных монастыря. Не такую же ли характеристику можно дать всей проповеднической деятельности до революционной и нынешней православной церкви, если ограничиваться тем, что говорить на форумах, конгрессах и съездах о духовности России и говорить об этом мирским языком без Слова Божия в руках и в устах, то на какую высоту и кого можно поднять? Успех проповеди заключается в проповеди о Христе. Не об иконах мироточивых, не о храмах, не о канонизации, а только о Христе и единственно о Христе. 1 Коринфянам 2.4 «И слово мое, и проповедь моя, не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы». Филиппийцам 1.21 «Ибо для меня жизнь Христос, и смерть приобретение». Колоссянам 3.4 «Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе». Цитата «И это говорит об успехе проповеди Павла, когда он поднял здесь христианство на такую высоту». Толкование на Деяния 13.2.8 «Хиротонисуется же он, чтобы проповедовать со властью. Удивительно в проконсуле то, что он, быв ранее увлечен уже магией волхва, пожелал послушать апостолов. Но обрати внимание и на волхва, когда апостолы проповедовали прочим людям, он не очень негодовал. Вознегодовал же особенно тогда, когда они пришли к проконсулу». Толкование на Деяния 13.15 «Павел и Варнава возвратились в Иерусалим с обильными плодами веры и благовествовали находившиеся в Иерусалиме церкви об обращении и покаянии язычников». Комментарий Игнатия Лапкина. Слова «благовествовать» и «проповедовать» – это основные слова, характеризующие деятельность апостолов. Конечно же, апостолы любое дело начинали с молитвы и заканчивали благодарственной молитвой. Но нигде ни одним словом Новый Завет не обмолвился о богослужениях апостолов или их учеников, чтобы они богослужения ставили в основу своей деятельности. Деяния апостолов наглядно и очень зримо показывают, что даже встречаясь друг с другом, апостолы и благовествовали, и проповедовали. И ясно, что каждая встреча приносила что-то новое, радостное, неизвестное. И главный их разговор был о том, как души обращаются ко Христу. Деяние 21.20 Они же, выслушав, прославили Бога и сказали ему «Видишь, брат, сколько тысяч уверовавших иудеев, и все они ревнители закона». Деяние 15.12 Тогда умолкло все собрание и слушало Варнаву и Павла, рассказавших, какие знамения и чудеса сотворил Бог через них среди язычников. Главным знамением и чудом было обращение через проповедь ко Христу. Что могут сегодня рассказать архиереи друг другу? Что могут рассказать священники, съезжающиеся на исповедь или на епархиальное собрание? Их разговор о чем угодно, только не о проповеди и тем более не об обращении через проповедь, не об успехе благовестия. Толкование на Деяния 13.16.24 Павел проповедует здесь в первый раз. Толкование на Деяния 13.49.52 «Учителей гнали, а они радовались. Такова сила Евангелия. Страдание учителя не отнимает дерзновения у ученика, но делает его более бодрым». Комментарий Игнатия Лапкина «Учителей гнали, а они радовались. Страдания, как возмездия за грех, всегда угнетали людей. И только христианство возвело страдания за благовестие, за любимого Иисуса в радость. Их гнали не за недостачу в церковной кассе, не за аморальный образ жизни, не за противление епископам, а за учительство, за благовестие. Воистину прав сказавший, что в вечности будет и вечная радость, и вечное мучение. Но радоваться за то, что тебя мучают за Христа, это счастье дано только благовестникам в этой земной жизни». Как много есть в мире героев, с которых люди пишут образ того, кому можно подражать. Дух Святой через апостола Павла говорит только об одной категории лиц, которым нужно подражать. Это не чудотворцы, не затворники, не патриархи, но проповедники, которые несли людям благую весть о Христе. Евреям 13.7 «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Читающий эти строки, хотел ли ты бы принять награду от Бога, радость неизбывную, быть гонимым, как проповедник? Начни сегодня свидетельствовать об искуплении во Христе Иисусе, «О благодати призывающей и обращающей, и ты будешь гоним своими же собратьями». Толкование на Деяние 14.1.3 Дерзновение происходило от преданности апостолов делу проповеди. Комментарий Игнатия Лапкина «Иисус Христос благословил своих последователей на немирную жизнь, на войну, и дал только одно оружие – пост и молитва, которые должны содействовать проповеди Слова Божия. Кто испытал это оружие не единожды, того уже никто не убедит взяться за другое. Нет никого более немощного при защите своего вероучения, как православные священники, это прекрасно знают». Будучи сами жалко-трусливыми, для которых лозунгом жизни стали трусость и корысть, корысть и трусость, такими же жалкими, корыстолюбивыми и трусливыми они делают всех прихожан, доверившихся им. Апостолы проникали во все концы империи, их последователи шли тем же путем. Они схватывались с языческими философами, со служителями тогдашних языческих культов, с колдунами и экстрасенсами. И не было ни одного поражения, но только триумфальное шествие по планете. Проповедь мужей, жен и детей пленяла сердца слушателей в послушание Христу. И вот, сегодняшний день, Россия переполнена сектами, сатанизмом, безбожием, а священники только и повторяют одно и то же – никуда не ходите, не берите в руки сектантскую литературу, гоните их в шею, а не еретики, не оскверняйтесь разговором с ними, а в народе царствует суеверие. Без различия, а священники насаждают трусость и ни одного бойца. Бедная, юродивая Русь с такими попами. И при том, нам дано самое сильное и мощное оружие – Библия с толкованием святых отцов. Толкование на деяния 14.19.28 После того, как его выбросили вон из города, он снова пришел в тот же самый город, чтобы показать, что если где в подобных случаях он и удалялся, так потому, что должен был сеять Слово Божие, и что разжигать гнева не следовало. Отверзением двери называют учение, которое приняли через апостолов-язычники. Так как город был велик, то в нем была нужда в учителях. Комментарий Игнатия Лапкина Когда в России еще при Феофане Затворники иностранные миссионеры стали проповедовать Слово Евангелия, они встретили здесь исключительно благодарных слушателей. И сохшая земля, жажда слышания Слова Господня была столь велика, что тогдашние современники говорили, что по всей вероятности с апостольских времен не было бы такой благоприятной для евангелизации среды. Люди жаждали спасения, уходили в леса, было сильное богоискательство и в интеллигентной среде. Православная иерархия безнадежно проспала этот момент. Не послали тысячи монахов в народ, не открыли двери слуха у людей для Слова Божия. И Бог не простил этого, а буквально истребил с лица земли то, что строили тысячу лет. Пришли правители, которые закрыли дверь и нарисовали свою дверь, ведущую в ад. И вчерашние превославные прихожане и семинаристы вошли туда первые. Эта ситуация сегодня повторяется. Толкование на Деяния 15.13.23 При том же, если бы Ветхозаветное Писание не читалось в церквах, то апостол не написал бы так нерассудительно в послании к Галатам. Галатам 4.21 «Скажите мне вы, желающие быть под законом, разве вы не слушаете закона?» Деяния 15.28.38 Следует заметить, что долгом руководителей было заботиться о тех, кого они просветили светом Евангелия. Испытывать, здравы ли они верою, «Не хромают ли и не следует ли их исправить?» Комментарий Игнатия Лапкина Еще в школах пытаются определить склонности, влечения учеников, кем они хотят быть. Когда сегодня читаешь воспоминания священников и архиереев о том, как они пришли в церковь, почему решили стать священнослужителем, то они говорят о детских впечатлениях от праздников, от посещения служб и практически никогда не говорят о том, что они сами лично, сознательно уверовали во Христа, полюбили Его всем сердцем и почувствовали, что эту благую весть они обязаны нести тем, кто еще не озарен светом Евангелия. И что в этом их призвание, что, цитата, «долгом руководителей священников» является заботиться о тех, кого они просветили светом Евангелия. Испытывать, здравы ли они верою, не хромают ли и не следует ли их исправить. И после многих лет священнослужения, может ли священник с высоты своего опыта сказать, вместе с блаженным Феофилактом, что его, цитата, «долгом было заботиться о тех, кого он просветил светом Евангелия». Испытывать, здравы ли они верою, не хромают ли и не следует ли их исправить. А если не так, то какой ответ он сможет дать небесному пастыру, если по его вине погибло столько овец, не наученных им. Толкование на деяния 15.39.41 На евангельском пути сопутствовал им от Палестины до Пергии Памфилийской некто Марк, который, как человек слабый, отстав от апостолов, возвратился в Палестину, не отрицаясь, однако же, Христа, но отказываясь от дальнейшего путешествия, как трудного для него. Между тем, Павел и Варнава возвратились с обильными плодами веры и благочестия и благовествовали находившейся в Иерусалиме церкви об обращении и покаянии язычников. Мне кажется даже, что они разлучились по взаимному согласию, сказав друг другу, так как ты не хочешь, чего я хочу, и наоборот, то, чтобы не спорить, изберем для проповеди различные местности. Комментарий Игнатия Лапкина Путь истинной церкви Христовой – это евангельский путь, путь проповеди Евангелия. Апостол Павел этим словом пользуется неоднократно, и сектанты им пользуются, а православные не только не знают эти слова «путь Евангелия», «евангельская вера», но и считают их сектантскими. Филиппийцам 1.27 «Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, приду ли я и увижу вас, или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую». Выражение «каноническая территория» в сегодняшнем понимании архиереев не имеет ничего общего с тем, как понимали апостолы служения в различных странах. Оно тогда заключалось в проповеди, в евангелизации живущих там. И сегодня в Синоде должны бы говорить так. Изберем для проповеди различные местности. Для проповеди. Не для воздвижения крестов и храмов. Не для созидания благочиней и епархий. Но для проповеди. А все остальное следует за этим, если будут обращенные души. Толкование на Деяния 16.1.3 «Прежде чем идти в другие города, посещает те, которые приняли уже Слово Божие. Так поступаем и мы. Первых людей прежде наставляем, чтобы они не послужили препятствием для наставления последующих». Комментарий Игнатия Лапкина. Блаженный Феофилакт легко и привычно пользуется теми же словами, что и святые апостолы. Евангельский путь, евангельская вера. Сегодняшние православные не только не знают этих слов, но прямо-таки воюют против них, считая их сектантскими, еретическими, а того, кто их произносит, впавшим в прелесть. И это от того, что сами не знают евангельского пути. Если бы просто не знали, то были бы не евангельскими христианами, а так как воюют против, то статус понижается и делает их антиевангельскими. Толкование на Деяния 16.22.34 Творить чудеса и учить было делом Павла, а в опасностях принимал участие с ним и сила. Комментарий Игнатия Лапкина Учить было делом Павла. Что же сегодня является общим делом церкви и особенно священнослужителей? Люди знают слово «литургия», но помнят ли и знают ли, что «литургия» означает «общее дело» и что этим словом пользовались при кораблестроении. Корабль одному не построить. И как удачно святые отцы воспользовались этим и известным для приморских жителей словом. Жизнь наша есть море, церковь – корабль. А дело, и при том общее дело, это созидание святых, наполнение церкви – корабля. А это возможно только через проповедь. Вся жизнь наша должна быть живой литургией, живой проповедью о воскресшем Христе, словом и самой жизнью. Павел был кормчен. Учить было делом Павла. В этом кораблестроении, начиная со Христа, должны участвовать все, то есть быть благовестниками любви Божией. И учить незнающих о спасении, свидетельствовать людям о пролитой Христом крови. Это должно быть делом каждого христианина. Конец двадцатой части. Продолжение следует...